Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас будет интересное видео, просто-напросто битва приборов. За моей спиной находится армия, в которой парни откликнулись и сделать тестик на глубину залегания, на быстроту отклика. Сейчас быстренько с ними познакомимся и посмотрим, что за приборы у нас сегодня будет биться. Первый у нас прибор, какой будет, это, конечно же, Fischer 44, Аська 300. Один из самых мощных, это у нас Ако 7272, Асечка 150, затем Терка 505, Ваниш 540, мой, который именно будет сегодня бороться с этой вот элитой. Дальше у нас что? Квест 20, Квест 20, Дискавери, катушка. Дальше у нас идет Деус, стандартная катушка. Стандарт. Так, АТ-Про, АТ-Макс. Манжик 13, катушка. Так, всеми, наверное, уже известен Дмитрий, у него будет терка 705, 18 герцов. 18 герцов, ребята. И крузер. Макрокрузер, катушка Манжиклаб 13. Все, парни, спасибо. Серьезно, что на 705 терке катушка 1875 стоит. 1875, это разница, в чем? Частота. Все. Все, спасибо. Вот такая-то армия будет у нас проводиться, насчет каких монет. Монетки будут, ребята, 5 копеек совет, рубль Александра и пятак Екатерины. По глубине, ребята, сделала разметку 10, 20, 30 и 40. Я думаю, глубже 40, грунт сложный, так что я думаю, получится нормально. Так что, ребята, проверяем свои приборы и начинаем. Всем, ребят, привет. Перед этим видео я выкладывал сюжет Деуса против Ваньши. И в комментарии под этим видео было много негатива. И мне неприятно и неудобно перед владельцем Деуса. И хочу попросить прощения у Павла. Что многие зрители неадекватны. Мол, видео постановочное. Деус не с теми настройками. Что чуйка занижена. Ну и все в этом роде. Хочу пояснить. Павел опытный комрад. И с Деусом уже 3 сезона. Верховые находки он понимает более чем кто-либо. Да, Деус не впечатлил показателями. Но и остальные приборы тоже пределы своих возможностей не показали. Так как грунт был тяжелый. Так, сделал на Деус, но почему-то немного он это, мягко сказать, обосрал. Забегу вперед. Был у меня тест в другой местности. Иваниш 5 копеек с СССР поднял уже с 40 сантиметров. А в этом месте всего с 20. Ямка 40. Видите, да? 40 сантиметров. Но пятак 5 копеек советские. Ребят, пятак присыпали хорошо. Ребят, видят? Видят? Я просто офигеваю, ребят, над результатом. 40. Пятак. Вот вам и грунт. Ну а сейчас смотрите битву приборов. И будьте адекватны в комментарии. Уважайте друг друга. Приятного вам просмотра. Итак, ребят, первый прибор будет у нас Аська 150. Катушечка стандартная. Михалыч. Первый будет, конечно, 5 копеек советские. Глубина 10. Вместе с грунтом. Все, прошел. Дальше. 20. Все. 20 не видит. Хорошо. Дальше у нас идет медный екатеринский пятак. Конечно, без вопросов возьмет. Берет. 20. Копаемый. Копаемый удивляет. 30. Все. Ребята, предел. У Аськи 20. Да. Ну, хороший результат для Аськи со стандартной катушкой. 20. Катин пятак. Теперь рубль. Четко видит. 20. В одну сторону. Это уже сигнал некопаемый. К сожалению, рубль он не возьмет. Это у нас была Аська 150. Ну, давайте сразу пропустим терку 705. 10. Хорошо видит. 20. Ну, честно скажу, уже некопаемый сигнал. Не копаемый. Все. Пятак 20 не видит. Рубль серебряный. Четкий, хороший. Опа. А тут уже, знаешь, спорный. Копать не копать, да? Копаемый. Ну, знаете, когда за мусорное место, такой точно копать не будешь. Так, пятак. Катя видит хорошо. Тоже видит хорошо. 30. Нет. Все, к сожалению, ребята, терочка показала свой результат. Дальше. У нас идет Деус. Деус. 5 копеек. Видит хорошо. 20. А может быть, да. Копал бы такой сигнал? Нет, не копал бы. Так. 5 копеек. 20. Хозяин уже бы не копал. Рубль. Хороший. 20. Нет, не копаемый. Опа. Ребята, Деус. Рубль. 20. Спорный, но не копал бы. Не копал бы, да? Вот так вот, ребята. На 20 сантиметрах, рубль, уже не копаемый. Пятак. Четкий. 20. Копаемый? Спорный. Ну, давай засунем на 30. Нет. Вообще не копаемый, да? Вообще не копаемый. Ребята, меня Деус удивил. 20 сантиметров. Екатеринский пятак. Вот это копаемый. На конец и... Давай 30. Нет, не копаемый. Короче, пятак. Дуся. На 20 только берет. У меня, как вы видите, 10. 20. 30. И 40. Так что между я не делаю. Так, Деус, в принципе, ну, немножко, ребята, расстроил. Меня немножко расстроил. Следующий прибор, какой у нас? Давайте, ребята. Так, вот сейчас у нас Гаррет АТ-Макс. 5 копеек. Я попробую сначала на алметаллах, а потом на зерё. Выставляй один, который тебя больше всего устраивает. Давай. Самый сильный. Видит хорошо. 20. Видит. Вот, копал. Дальше не возьмёт. Нет, всё, не копаемый. Так, рубль. 10. Видит. 20. Да, прям вот. На лиду, на ногах. Копаемый сигнал? Да. Копаемый. Копаемый. Всё, нужно копаемый. Всё, рубль на 30 не веет. Екатеринский пятак. Без вопросов. Копаемый. Без вопросов. Готов копать. Тоже копал бы, кстати. Он еле... Показывает в ДИИ? Да, да, да. Сколько? Скачет маленько, но 82, 73. Короче, копаемый, да? Копаемый, копаемый. Так, 40, ребята. Нет, не возьмём. Нет, это, кстати, даже засветит маленько. Дри, вот сейчас, Саша, проверим. Да, он пробивает. В общем, прибор копает, видит, но немножко фонит, потому что катушка огромная и, возможно, из-за грунта. Грунт здесь сложный, ребята. Так, ладно, это был Гаррет от Эмакс. Следующий прибор. Так, стоп. Проверь сначала наличие чего-нибудь здесь. Есть что-нибудь? Железка, да, есть какая-то? Это самый мощный прибор, ребята, из которых существующий. АК-7272. Ну, давайте по традиции, как обычно. 5 копеек, 10. Чёткий. 20. Не видит? Странно, ребята, странно. Ну-ка. Ну, короче, не копаемый, да? Странно очень, ребята. Это 5 копеек, видит, на 20 не видит. Рубль. Чётко. 20. Чётко. Подожди, подожди. Это, ребята, сейчас самая глубина из всех предыдущих приборов. Еле-еле. Ну, копаемый? Нет. В общем, нет. 30 никому пока не даётся. 10. Пятак Екатерины. 20. Хорошо. 30. Копаемый? Копаемый, да? Ну, если он на Увусу, да. Если на Увусу, да? И самое глубокое, 40. Всё, 40 не видит. Это пока, ребята, самый лучший результат. Екатериновский пятак на 30, рубль на 20. И, к сожалению, советики он видит хреново. Следующий прибор, тёрка 505. Проверь сначала наличие фонов. Чистенько. 5 копеек. 10. Без вопросов видит. 20. Всё, уже не видит. Рубль. Чётко, красивый. 20. Не видит. 5 копеек. Чётко. 20. Видит. 30. Ну и всё на этом, ребята. 305-я. А тот ходит. Показать 505-я не очень. Следующий прибор. Какой у нас? Квест. Квест 20. Да. Как вы видите, чистенько. 5 копеек. Ближе к обрыву. Чётко. 20. Ребят, выключите приборы рядом. Поближе к обрыву. Ну, такой спорный сигнал я бы не стал. Да, не стал, да? Ладно. Рубль. Чётко. 20. Ну, я думаю, копаемый сигнал, да? Копается, да. Вода и нормальный, но уже звук испортил. 30. Не видит, ребята, всё. 5 копеек. Видит. 20. Видит. Видит, да? Да, но всё, у нас кто-то ответил. Так, 30. Всё, 30 не видит. Нет. К сожалению, в общем, я думал, что элита с большими катушками зарекомендует себя хорошо, но, как показывает практика, не особо. Следующий прибор у нас какой? Кто у нас там? Ну что, ребята, теперь сейчас Ваниш, Серёга нам покажет. Я включил настройки все металлы. Серёж, проверь на наличие цветных сигналов. Ну, фонить будет немножко, ну, давайте, 5 копеек. Видит хорошо, 20. Ближе к травке, ближе, прижимай. Что показывает в ВДе, Серёж? 17, 12, 1, 22, пляж. Ну, по крайней мере, если, ребята, такой сигнал на чистых местах, то можно копнуть. Но если замусорено, такой уже копать не будет. В общем, на пятачке он только видит 20 сантиметров, не больше. Рубль, давайте посмотрим. Рубль. ВДИ сколько? 32. Хорошо, 20. 21, 17. Видит, короче, 20. Давайте на 30. Иногда проскакивает, да? Цветнина проскакивает, да? Да. В основном чернину дают. Краем катухи, да? 19, и... Ребят, ну, если, как Сергей говорит, он видит. А помотай посильней. Амплитуда. Видит, да, Серый? 9, 19. Ребят, он видит, но, я думаю, такой сигнал на 30 сантиметрах рубль уже не копаемый. Я бы не копал. Екатеринский пятак. Видит четко. 8. 20. Видит четко. 5. 30. Поводи по амплитуде. Проскакивает чем-нибудь? Ну, 19 проскакивает, 20. Ну, тоже, ребята, на глубине 30, 5 копеек видит с трудом. Видит, ребята, с трудом. Вот. Так что, я считаю, что рубль он видит хорошо на 20. На 30 он уже его видит, но такой не копаемый. Пятак, и то же самое, видит на 30, а и 5 копеек он видит на 20. Вот такой вот результат, ребята, получилось. Я считаю, даже один из самых лучших результатов среди минующихся приборов, потому что примерно такой же диапазон сигналов показал у нас АКО-7272, примерно, вот. На глубину 40 сантиметров ничто, никто не видел, ребята. Так что вот эту вот меточку у нас сегодня даже не испытана. На глубину 40 ни один из присутствующих приборов не видел. Ну, ладно, сейчас на обсуждение. Ну, а сейчас хотел бы у независимого человека, который в тесте у нас не участвовал. Сереж, скажи, пожалуйста, как тебя зарекомендовали элитные приборы, такие как КВС, да, а затем Деус был, ну и остальные приборчики. Мне как бы не... Хотя я вот вставки делал на Деус, но почему-то немного он это, мягко сказать, обосрал. Мягко сказать. Да, если честно, серьезно, что-то Деус на этом, именно на этом тесте себя что-то не зарекомендовал. Если учесть, что он еще весь на аккумуляторах, и в самый неожиданный момент они могут подвести, что с ними часто случается с аккумуляторами, то он, наверное, вообще минус конкретный. Да, если честно, я тоже впечатлен тем, что результаты АКО-7272 показали не очень. Это самый глубокий прибор, и он показал именно такой результат, как и мой Ванюш. Смотришь, Сань, возможно, еще вот эти все большие катушки, рули так называемые, они, наверное, работают в чистом поле, где мусора нет. Здесь все-таки жили люди, какие-то мелкие вкрапления металла, вот эта почва всякая. Да, ребят, вы еще заметили, да, у многих приборов были штурвалы, и глубина определения находок, конечно же, выше, чем у стандартных. Вот, но как-то я ставил ставки на Деус, на АКО, затем на Квест, да, Квест был. Вот, и они почему-то в середине, то есть в середнячок. Самый неплохой результат, конечно, Деус, потом АКО. Ну и, честно говоря, ребята, честно говоря, на свое усмотрение, все, я вставлял лично я, и скажу, что Ваня, Ваня, да, Ваня, 540-й, ну, лучший результат показал, пятачок царский он увидел на 30, рубль на 30, 5 копеек на 20. Вот, многие такого результата не показали. Так что, ладно, сейчас, может быть, если кому интересно, сделаю еще тестик на скорость отклика, как он быстро ищет находки. Итак, ребят, хозяин Деуса возмущен, то, что Деус так серьезно, ну, грубо говоря, ребят, обосрался. И сейчас мы хотим сделать тест именно Деуса и Ваниша. Какой тест будет? Железо. Паша говорит, что на загрязненных местах, на замусоренных, я вас всех уделаю. Ну, давайте посмотрим. Это мусор, это мусор, Пашуберик. Для начала положу на мусор пятак, медь, и сюда я положу серебряный рубль. Здесь мы посмотрим на отлик, а здесь посмотрим, увидит ли он пятак. Давайте посмотрим. А? Видно? Не знаю пока. Ну-ка. Хрен, да? Ты бы не копал. Не копал бы. Так, давай посмотрим здесь, а. Выключи пока. Вот этот копал бы. Ну-ка. У меня мнезу показывает. Что показывает Деус? 83, 84. То есть копаемый сигнал, да? Да, копаемый. Давай посмотрим на частоту отклика. Что видит? Если быстро проводка, то не видит. Деус, ребята, не видит. А если железо немножко раскинуть в разные стороны? Давайте посмотрим. Вот так, Паш. Вот так вот, давай. Нет, железо вот так вот в виде вдоль. Видит. Видит. А если поближе? Вот так вот, если железо. Уже не видит. Все, ребят, не видит. Сейчас я вам включу, как работает. В общем, здесь Деус не видит пятак Кати. Даже не буду. Здесь он тоже не видит. Давайте я сейчас включу прибор Ваниш. Настройки, ребята, включу непосредственно монеты. Монеты, да? Видите, да? И смотрите, что видит. Скачет, ребят, скачет. Не знаю, копал бы я этот сигнал, нет. Но скачет. Что на быстроту отклика? Ребята, видите, да? Чистый сигнал. Железо я отключен. И он чисто видит серебро. Можно железо отключить? Нет, железо у меня отключено. А я отключено? Ладно, давайте включу железо. Вот железо. Смотрим. Охрененно видит, ребята. Железо, серебро. Железо, серебро. Охрененно видит, ребята. Что покажет медь? Охрененно видит, ребята. Вообще, ребята, ванишь, результат офигенный. Паша, что хочешь сказать по поводу данного результата? Ну-ка. Да подожди, сейчас я настрою. Ага. Деус решил, ребята, с настройками поработать. А ванишь, ребята, ванишь, просто на одну кнопку нажал, и он все уже за вас сделает. Это тест на металл. Нет, не копал бы. Нет, до чернина, слышно. Это скорость, скорость. Это крузер, повторюсь. Копал бы? Нет. Ребята, а смотрите, как ванишь отреагирует на то же самое. Он железо и цветнина. Можно еще? Он показал, ребята, это копаемый сигнал. Что касается... Деус, отойди, пожалуйста, Паша. Чернина и цветнина. Это копаемый сигнал, ребята. Пока ни один прибор не показал, что это можно копать. Так, Деус настроился. Давайте посмотрим. Нет, не копаемый. Ребята, Деус отстроил супер настройки, он не видит ее. Паш, что хочешь сказать? Ты говоришь, на замусоренном месте ты бы уделал прибор, верно? Ну, скажи теперь, скажи. Надо в реальном смотреть. Скажи чистую правду. Пошли на поле. Ребята, Деус говорит, пошли на поле. Пошли на поле. Не видит. Ребята, Деус не видит. Нет? Паш? Нет. Охренеть. Что хочешь сказать по этому? Вот смотри, еще раз давайте. Новые настройки. Копаемый? Нет. Спорный. Паш, насчет Деуса, ты его не унижаешь? А? Не унижаешь? Нет. Ты расстроен? Нет. Нет? Вот. Вот если вот так, против чернины, то... А тут совсем другое. А если так? А так нет. Вот так вот. Паш, а теперь возьми вон тот прибор. Нажми только на одну кнопку. На кнопку включения. Просто кнопочка включения. Это владелец берет прибор Деуса. И посмотрим, как он скажет про него. Видите, рядышком Деус находит. Деус взбесился, а этот работает устойчиво. Да. Деус взбесился, смотрите. А этот устойчиво работает, ребята. Паш, копал бы? Копал бы. Копал бы. Теперь давай на который... Копал бы? Спорный. Копал бы еще раз скажи. Нет, в чернину. Но все равно... Ну, спорный, но не копал бы. Нет. Это человек, который впервые взял Ваниш. Паш, скажи теперь чистое свое мнение. Хороший прибор? Хороший. Хороший. Ребята, это владелец Деуса, который владелец Деусом. А Ваниша говорит, что он хорош. Хороший. 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 Ну, ладно. Так что вот такой вот небольшой эксперимент сделали. Ребята, судить вам. Судить вам. В руках настоящий Деус. Это никакая не подделка. Сейчас я пройду, сделаю интервью у пацанов, потому что сегодня мы делали тест и услышим их мнение насчет вот этого прибора, который, на мой взгляд, утер нос всем приборам. Так что ладно. Что хочешь сказать насчет Ваниши 540? Ну, ничего, прикольный аппарат. Единственное, мне пластик на нем не понравился вообще. Ребят, вот мне тоже не понравился именно пластик, как он сделан. Просто грубо топором. Сергей. Да это просто чудо какое-то. Нет, серьезно, Сережа, серьезно. Я прям все, я начинаю копить уже на этот прибор. Дают кредит вообще на этот прибор, да? Нет, ты серьезно, Сережа? Серьезно, да. У тебя же какой прибор? Это терпится. Нет, другой у тебя прибор. Ну, тут понятно. Тут понятно. Ты поменял бы на Ваниши? Место терки, да. Вместо терки поменял бы, да? Если у тебя ручка не отвалится, я... Время покажет. Ну, сейчас мы точно не будем копать. Что ты хочешь сказать? Ты уж сколько копаешь? Да я уж не помню, сколько я копаешь. Ты поменял бы прибор? Прикупил бы такой прибор? В принципе, да. Все зависит от цены и сколько он стоит? Ну, от 30 до 37, и все зависит от комплектации. А, за 37-то нет, наверное. Ну, 30-30-ка. На 30-ка можно, да? Можно, да? Это Серега, который копает сколько лет? С двух тысячи, наверное, седьмого-шестого. Ребята, он уже копает... Сколько? 13 лет? Мне правда перерыв был большой. 13 лет, ребята. А потом опять начал. Ясно. Михалыч, который копает с Фишером 44 и Аськой. Михалыч, что хочешь сказать про Ваниш? Да нормальный прибор, так-то. Да? Взял бы себе? Вместо Фишера 44. Да, может быть, почувствительнее, поэтому... Да, да, да. Это все равно надо еще... Ну, поменял бы, да? С удовольствием. Возможно, да. Ребята, это шурфолог. Ему трудно говорить, потому что он все сигналы на шурфе копает. Но результаты он увидел и говорит, что с удовольствием поменял. Ну, а сейчас пройдемся под тем ребятам, которые делали крутые у них приборы. Деусы, всякие-всякие-всякие-всякие, и у них спросим мнение. Итак, ребят, очередной опрос товарища, у которого прибор... Ну-ка, расскажи, Алексей. Что, у меня квест 20. Квест 20. С Mars Discovery. Детский прибор, так скажи. Детский, да? Да, начальный уровень, это самый младший. Лех, скажи, ты бы свой прибор поменял? На что? На Ваниш 540. Ну, на 540, конечно. Вот, слышали, ребят? Сколько копаешь? Второй год. Второй год. Сменил, ну, вот этот второй прибор. Вот этот, ребят, вот этот прибор, он бы поменял на Ваниш 540. Копает уже третий сезон. Кто хочет поменяться, пишите в личку, поменяемся. Ладно, пойдем у других спросим отзывы. Ребят, следующий отзыв хочу взять у Элиты. Элиты металлопоиска. Это Дмитрий. Канал на ютубе Поиск сокровищ. Дим, тест ты видел, все видел. Расскажи, свою терку 705 поменял бы на тот, который я сейчас демонстрировал. То есть, Ваниш 540-й. Вообще, за многие годы копа я поменял много приборов. Мне, в принципе, нравится менять приборы, чтобы их понять, изучить. Вот, и стараюсь каждые два года поменять прибор, чтобы привыкнуть к новому и понять, как он работает. Ну и, в принципе, да, я бы, наверное, поменял терочку, так как прибор уже хоть и легендарный. Совершенно верно, да, один. Такой, классический, но уже, конечно, модель устарела. Сегодня лита была приборов, и ты видел, что терка себя зарекомендовала где-то в середине. Ну, еще показатели зависят от отстройки от грунта, так как я хожу на автомате, я ставлю среднюю отстройку от грунта вручную и никогда не отстраиваюсь от грунта, поэтому из-за этого еще немножко снижаются показатели. Дим, сколько копаешь, Дим? Восемь лет. Восемь лет, ребят, вот этот Камрад восемь лет копает. У него свой канал, он блогер, так что подписываемся, ребята, ставим пальчики под его каналом. Это поиск сокровищ. И еще раз задам вопрос. Поменял бы свою терку на Ванюш 540-й? Слышали, да? Он четко сказал, да. Это, ребята, сказал профессионал, который копает много-много лет. И откопал не один клад и, наверное, более тысячи уже монет. Более тысячи, это стопудово. Ну, а сейчас, вон он, еще один человек, у которого... Крузер. Сейчас у него спрошу, что он скажет. Итак, ребят, очередное интервью у Дмитрия, который владелец Крузер, да? Да. Дим, что хочешь сказать по сегодняшним тестам, которые произошли? Ты бы поменял свой прибор на Ванюш 540-й? Может быть, в будущем. А может быть, в будущем? А почему может быть? Ну, пока что своим прибором хожу. Ну, вот если бы я тебе предложил Ванюш или Крузер, ты бы что взял? Нет, я оставил свой бы. Почему? Ну, свой как-то роднее и плюс катушка новая еще пока что. Катушка, да? Да. То есть ты просто беспокоишься о том, что ты вложил в него, да? Ну, можно сказать, да. Ну, ты видел, что тест показал, что... Ну, прибор хороший, да. ...среднячок, среднячок он показал. Ну, возможно, да. А Ванюш показал лучший результат. Ванюш хороший, да? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok